Привет всем люксовым крошкам! В сегодняшнем видео мы с вами будем пробовать ультра просто роскошную косметику от бренда Prada. Prada объявили о запуске своей бьюти линии в августе прошлого года 2023 и выпустили на самом деле как-то прям мало средств. Они выпустили крем, сыворотку по-моему, ну то есть два средства ухода и всего несколько декоративных средств. Это тональный крем, это помада в двух финишах, мягкий матовый и также гиперматовый и палетку теней. Еще вроде у них есть бальзам для губ. В общем сегодня мы с вами будем пробовать как раз их дорогущую декоративную косметику, в частности новый тональный крем, палетку теней и помаду в тех самых двух финишах. Кстати, если вы до сих пор не подписаны на мой телеграм-канал, то пожалуйста обязательно подписывайтесь, потому что там у нас весело и интересно и замечательное общение. А ссылка будет в инфобоксе под этим видео, скорее-скорее туда заглядывайте. Начинаем мы с тонального крема, ну в общем-то как всегда. Называется он Prada Reveal, стоит 60 евро. Кстати, всю косметику я заказывала с немецкого Дугласа через бандерольку, то есть через посредника и в рублях 60 евро сейчас. Это 5951 рубль, ну то есть прилично так тональная основа за 6000 рублей, хотя конечно в сравнении с некоторыми люксовыми брендами кажется, что не так уж и много. Особенно учитывая, что здесь съемные рефилы, то есть когда вы используете рефил, вы можете докупить следующий чуть дешевле и получится, ну какая-то там получится экономия. Что нам обещают? Вообще интересно, что Prada обещают, что вся их косметика построена на каких-то очень технологичных микропигментах. И вот благодаря этим микропигментам она совершенно особенно ложится на кожу, на веки, на губы и дает супер покрытие. Вот что обещают по поводу тонального крема. Что эта дышащая формула, опять же на основе технологии микрофильтров, придает коже ровный и сияющий вид, создает мягкий матовый оттенок. А технология вот этих микрофильтров называется In Real Life Micro Filter Technology, которая эта технология мгновенно обеспечивает супер ровный цвет лица, ну и оптимизирует кожу при каждом нанесении. Ну давайте попробуем. Упаковки красивые. Честно говоря, я небольшая фанатка брендов Prada как такового, ну то есть хороший бренд, классный, но из всех люксовых брендов это не мой любимый бренд. Ну так странно, конечно, звучит, любимые люксовые бренды. Но знаете, вот мне больше всего нравится, наверное, Dior. Именно вот из косметики и даже из какого-то настроения. Chanel тоже нравится. К Prada я отношусь спокойно. Напишите, какой ваш любимый люксовый бренд в комментарии. Ну, по крайней мере, какой у вас вызывает наибольшую симпатию или наиболее сильно у вас как-то отзывается в ваших эстетических чувствах. В общем, начинаем, начинаем. Что там у нас за тональный крем? Я заказывала оттенок под названием, какой же, какой же этот оттенок? LN10. Это нейтральный подтон и сам оттенок светлый. Очень надеюсь, что он мне подойдет, потому что, честно говоря, в последнее время у нас с вами были проблемы с подборами оттенков. Через интернет. Знаете, как-то не хочется из Германии заказывать тональную основу, ждать просто 100 тысяч лет и в результате ошибиться с оттенком. Как всегда, сначала нюхаем. Есть небольшая отдушка. Ну, чем-то таким косметическим пахнет. Ничего особенного. То есть здесь нет, видимо, какой-то специально такой особенной парфюмерной композиции. Я нанесла тональную основу. Во-первых, это заняло очень много времени. А во-вторых, я еще немножко подзависла, потому что, знаете, думала, как бы мне сформулировать свои впечатления. Вроде на лице пока что, как мне кажется, она выглядит хорошо. То есть с нашим последним опытом, например, с тональной основой от Estee Lauder, ах, не знаю, может быть, это видео еще не вышло, не сравнится. Потому что там все было плохо практически с самого начала. Здесь все с самого начала тоже было как-то странно. Но потом она, знаете, постепенно-постепенно вроде бы реабилитировалась. Я надеюсь, что на видео она смотрится хорошо. Здесь крайне странная текстура у этой тональной основы. И знаете, что мне вспомнилось? Помните, у Essence был суперпопулярный продукт в свое время, который в свою очередь повторял один суперпопулярный продукт от бренда Maybelline. И назывался он, причем не помню у кого, назывался он Soft Matte Mousse. Я думаю, сейчас некоторые просто вздрогнули, потому что это средство было довольно своеобразное. В общем, здесь такая текстура, немножко похожая вот на этот Soft Matte Mousse, но намного более легкая. Это как будто муссовая текстура, то есть она вот прям как взбитый сильно крем, такая чуть-чуть, знаете, как будто можно вот ее помять вот так. Но при этом она на масляной основе. Ну реально, как у Soft Matte Mousse, но здесь, слава богу, она все-таки потоньше и наносится не таким густым слоем. Из-за того, что эта текстура такого рода, во-первых, ее сильно впитывает спонж, поэтому лучше сначала наносить пальцами, а потом уже там спонжем дотушевать, там где вам нужно дотушевать. А второй момент, это то, что ее кожа как будто не принимает сначала. То есть она катается сама по себе вот так сверху по коже, прям такими отдельными кусочками. Ну то есть вы видите, как вот этот вот кремчик такой взбитый, он прям вот не хочет, не хочет распределяться. И нужно его прям вбивать этим спонжем в кожу, чтобы он наконец туда как-то проник и уже с ней слился. Но, слава богу, это действительно произошло, потому что если бы нет, я бы, знаете, я бы очень расстроилась реально после Estee Lauder, у меня уже немного не выдерживают нервы от таких тональных основ. Но вроде нормально получилось. И хочу сказать, что вот когда он впитывается, он становится суперлегкий, то есть он вообще не ощущается на лице и как будто имеет такой слегка припудренный финиш. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам нравится вообще, как это выглядит. По-моему, хорошо. И, по-моему, даже цвет более-менее подходит. Вот, кстати, здесь еще есть проблема с тем, что вряд ли это подойдет для сухой кожи, потому что здесь матовый финиш. Я даже сейчас чувствую, что она немножко так начинает подсушивать кожу. Прям так, знаете, слегка вот эти первые, первые дуновения того, что, ну, как бы матовый финиш, да. Все понятно. Что у нас следующее? Следующее у нас... А, ну, погодите, погодите, сейчас мы лицо немножко еще приведем в порядок, там, припудрим где надо, консилер нанесем, точнее, наоборот, и румяна нанесем. Но это я все сделаю за кадром, потому что у нас еще следующее средство, и это палетка теней. Немножко допудрилась, нанесла румяна, нанесла хайлайтер. И что хочу сказать, что, конечно, за этой тональной основой все-таки нужен глаз да глаз, потому что из-за вот этого свойства, что, видимо, видимо, это и есть те самые пигменты, которые, знаете, немножко так вот они... Они на вас смотрят и думают, хочу ли я, хочу ли я слиться с кожей или хочу лежать отдельно на коже прямо поверх таким прям огромным пятном. В общем, нужно их усмирять, нужно им показывать их место, что все-таки вышкупили эту тональную основу. Они как бы должны выполнять свои прямые обязанности, и нужно их хорошенько растушевывать. Поэтому, когда пользуетесь этой тональной основой, лишний раз посмотрите на себя так раз десять, чтобы точно убедиться, что все хорошо растушевано. Иначе, иначе могут быть, знаете, такие странные пятнышки. После того, как нанесла пудру, вроде выглядит хорошо. Вроде, знаете, такой финиш хороший получился. То есть он и матовый, и живой одновременно, и с сиянием. Ну и что меня радует, это то, что, конечно, она нормально лежит, в отличие от наших предыдущих экспериментов с разными новыми тональными основами. Но хочу сказать сразу, что реально не для сухой кожи, потому что там, где есть сухие моменты, это все подчеркнуто. Она реально подсушивает по ощущениям, это прям сразу понятно. Так что, неоднозначная вещь. Кстати, я не понимаю, почему многие бьюти-бренды начинают свои запуски, ну даже не бьюти-бренды, а вот такие большие бренды. Почему они первый же запуск делают средство, которое вот вообще-то не всем подойдет. То есть, знаете, сразу сухую кожу можно здесь вычеркивать. И почему бы не сделать что-то такое более универсальное. Ну хотя, не знаю, может, по их мнению она прям супер универсальная. Следующее средство, которое мы будем пробовать, это палетка теней. Выпущены такие палетки в шести оттенках и называется она Dimensions, то есть разрешение. И стоит 80 евро. 80 евро это 7935 рублей. Ну в принципе, как сейчас стоят палетки Dior. Чуть-чуть дешевле. Шесть оттенков, все красивые, все сделаны по принципу. Три нейтральных оттенка плюс один яркий оттенок. И я выбрала оттенок под названием 04. Оттенок называется Поэзия. К сожалению, к сожалению, не было в наличии первого оттенка, который мне показался более таким, более нейтральным. И он назывался Портрет. Ну поэтому пришлось выбрать, знаете, второй, второй по очереди нейтральный оттенок теней. И у них там разные текстуры, супер матовые, такие фольгированные. И еще, что хочу сказать про эти тени, что они нам опять обещают ту самую супер, какую-то мега, невероятную технологию, которая у них называется Micro Pixella. Эти пигменты обеспечивают супер светоотдачу одним движением и также насыщенную пигментацию на веках. Кстати, все оттенки вдохновлены принтами из архивов Prada, то есть вот эти вот, вот это сочетание у них там было в каких-то их, в каких-то вещах, которые они раньше выпускали. Ну, в общем, как вы видите, здесь действительно не соврали. Четыре оттенка. Три из этих оттенков достаточно нейтральные, то есть это два таких розоватых. Один темно-коричневый, мне кажется, что он может даже в какой-то сливовый уходит. И зеленый оттенок. Сразу скажу, что вот этот зеленый, меня он вообще не интересует. Но, честно говоря, у них в палетках вот эти все контрастные цвета, один контрастный цвет в каждой палетке, они довольно, довольно своеобразные. То есть где-то это ярко-красный, где-то это ярко-желтый, прям такой канаречный, более-менее там такой, знаете, есть лавандовый цвет, ярко-голубой. Ну, тоже прям, прям сочетание своеобразное. Ну, ладно, давайте попробуем и предлагаю все-таки сделать достойный классический макияж. Ну, опять же, потому что я люблю классические макияжи, я думаю, что вот этот зеленый я вообще применять никогда в жизни не буду. Но, тем не менее, хочется попробовать, что тут можно сотворить из этой палетки. А, еще не сказала, заметьте, здесь рефилы. То есть вся концепция этой бьюти-линии состоит также в рефилах, что когда вот вы каким-то образом закончите палетку теней, вы сможете это достать и вставить туда новый рефил. Либо, например, как я понимаю, можно, наверное, немножко сэкономить. То есть купить один футляр с рефилом и потом докупать рефилы без футляра, чтобы получалось чуть дешевле, чем все-таки 7900 рублей. Пока мы не начали делать макияж, хочу обратить внимание, что здесь они, как всегда, положили вот эти дурацкие кисточки. Причем это аппликатор, а это кисть. Немножко, знаете, так постарались как-то сделать ручки этих кисточек более интересными, чем обычно. Но, по факту, это те же самые аппликаторы, которые обычно кладут во все люксовые палетки. Мне кажется, что можно было, знаете, взять пример с Анастасией Беверли-Хиллз, которая, правда, почему-то от этого отошла, и положить хорошую, хоть и маленькую, но двустороннюю кисточку. Тогда было бы намного интереснее. Я решила немножко подстраховаться перед тем, как красить глаза и сначала сделать свочи, чтобы хотя бы понимать, что, как выглядит в результате на коже. И вы знаете, у Prada есть расшифровка на сайте, какие текстуры у каких цветов. Причем из каждой палетки, но это достаточно удобно. В общем, темно-коричневый, уходящий в сливовый, они считают гиперматовым. Ну, он действительно матовый. Это правда. Также сатиновый, вот этот средний оттенок на руке, он выглядит как матовый, но немножечко такой шелковистый. Ну, наверное, да, наверное, можно его назвать сатиновым, хотя больше он все-таки в матовую сторону. Розовый, это у них металлизированная фольга. Но, мне кажется, немножко металлика здесь не хватает. Он как бы тоже скорее ближе к сатину, чем к металлизированному. Но, возможно, если мокрым способом наносить, то будет поярче. И также зеленый, это мягкий матовый. Я не очень вижу разницу между, например, мягким матовым и гиперматовым. То есть, у Prada Beauty какие-то немножко, знаете, свои там впечатления, своя волна. Как называть, какие текстуры. Ну, ладно, хорошо. Мы им поверим, что все так и обстоит. Слушайте, неожиданно хорошие тени. Но здесь есть несколько особенных моментов. Первый момент это то, что, конечно, про инновации какие-то, ну, по крайней мере, по применению они нормально так загнули. Потому что это просто вот люксовые хорошие тени, которые отлично дружат друг с другом. Потому что часто так бывает, что у люксовых теней, несмотря на то, что они дорогие, на то, что они должны быть какие-то такие, знаете, легкие в применении, у них бывает, что они там плохо растушевываются или текстуры между собой как-то там слипаются и не тушуются. Но, в общем, здесь такой проблемы нет. Но обо всем по порядку. В общем, мне кажется, что перед Prada стояла довольно сложная задача. С одной стороны, сделать что-то такое инновационное, но, по крайней мере, как-то от других бьюти-брендов отличаться. Я имею в виду от бьюти-брендов, от всяких домов мод. Но вместе с тем остаться вот в этой категории такого тяжелого люкса. То есть, выпустить такие тени, которые будут подходящие именно для люксовой аудитории. Ну, кто там покупает вообще такого рода вещи. То есть, обычно люксовые тени – это тени, которыми легко на самом деле пользоваться, которыми можно, кстати, красить невест. То есть, визажисты, которые вот высокого, так скажем, высокой ценовой категории, то есть, там же должны быть люксовые вещи, в косметичке визажисты, если он много денег берет за макияж. Вот, чтобы визажисты могли положить палетки от Prada в свою косметичку, в свой кейс визажиста, и красить, например, невест на свадьбу, чтобы там все хорошо работало, чтобы все было надежное, чтобы все было не слишком яркое и удобное в применении. Ну, в общем, здесь все именно так. То есть, реально хорошие, такие надежные тени. Мне, кстати, очень понравился вот этот оттенок. Он не коричневый, он такой сливовый, то есть, он именно уходит в фиолетовый цвет, и слегка-слегка это опасненько, потому что в нем есть вот этот красно-фиолетовый потон, который может сделать глаза уставшими. Но я была удивлена, что он обалденно просто растушевывается. То есть, вы его наносите, он пигментированный, он такой прям насыщенный, а потом он растушевывается и просто голой кистью, и кистью, например, с дополнительным каким-то цветом, прям вообще отлично работает. И, кстати, дружит еще с тенями, вот с этими сияющими, если его поверх наносить как стрелку. Но, в общем, все хорошо. Вот этот оттенок, который у них типа как металлизированный, это он нанесен влажным способом, влажным пальцем навеки. Но я не могу сказать, что он как-то реально выглядит как металлизированный. Но, понятное дело, что подложка у нас здесь из консилера, и она не какая-то плотная, наверное, на подложку прямо из влажного консилера. Или на какую-то влажную базу будет более сияюще смотреться. Ну, как бы, в принципе, ничего такого я и не ожидала, что будет прямо супер какой-то мега блеск. Но зеленый мы с вами не использовали. Честно говоря, в всей палетке он выглядит наименее выразительно. У него еще такой оттенок настоящей зеленки. Вот прям как будто зеленкой испачкали руку. Я думаю, что на глазах это немножко такой спорный вариант. И, честно говоря, жалко, что у них нет какой-нибудь палетки, которая вот прям вся будет нейтральная, которая, знаете, вот какой цвет здесь идеально бы подошел. Либо очень-очень темно-коричневый, то есть настоящий коричневый, не сливовый, либо, например, черный. Я уверена, что это была бы у них самая покупаемая палетка, потому что она была бы самая универсальная и самая применимая в жизни. Ну, в общем, хорошая палетка. Мне реально понравилось. Учитывая, что мы с вами вот совсем недавно пробовали палетку от Dior в новой формуле, которая стоила 7100, и где намного прям хуже сами тени по качеству. То есть они и сухие. Может быть, они, знаете, как-то вот издалека на глазах смотрятся и нормально. Но именно как они наносятся, это вот даже с точки зрения пользователя, это неприятный опыт. Потому что вы чувствуете, что они такие сухие, что как-то они вот царапают века, как будто даже эти блестяшки, когда вы наносите, как-то странно тушуются, осыпаются при этом. А здесь, кстати, вообще не было осыпаний. То есть вообще ни одного осыпания, даже когда я подрисовывала стрелки при помощи вот этого сливового оттенка. Это довольно странно. Ну, то есть это хорошо, это хорошо. В общем, здесь Prada постарались. Ну, насчет того, что они стоят 8000 рублей, это, конечно, круто. Это много. Но, с другой стороны, понятно, что за имя бренда, за вот такой роскошный футляр, здесь зеркало такое красивое, и все, конечно, такое блестящее, интересное. Интересное. Ну, ладно, хорошо. И тут в видео про Prada, про супердорогую косметику, врывается тушь от Catrice. Это тушь под названием Glam & Doll Easy Wash Off. И здесь еще пометка есть, что это Power Hold. То есть это тушь объемная и подкручивающая. Как вы можете знать, если вы давно смотрите мой канал, когда-то я обожала водостойкую тушь Glam & Doll, пока они что-то не сделали с формулой, начисто ее испортив. То есть она стала осыпаться, она стала отпечатываться и потеряла все свои прекрасные свойства. Так вот, недавно, недавно я купила тушь в подружке новую. Это вроде как то же самое, то есть она именно должна держать завиток, учитывая, что она называется Power Hold, но при этом она должна смываться просто теплой водой. Я думаю, что сегодня у нас, знаете, чтобы вот был как-то ролик полон контрастов, сегодня хороший повод ее просто попробовать нанести, потому что она выглядит точно так же, как оригинальный Glam & Doll, то есть здесь такая же щеточка, и может быть нам повезет, может быть, мы снова нашли ту самую тушь. Стоит она, по-моему, где-то рублей 300-350, но давайте попробуем. Может быть действительно будет что-то интересное. Да нет, вообще полная ерунда, вообще совершенно не то. То есть это неплохая тушь, она и объемная, и удлиняющая, вроде выглядит нормально, но она вообще не держит завиток, то есть ресницы абсолютно прямые с этой тушью, хотя я могу признать, что как и у других тушей от Catrice, именно в этой серии у нее хорошая удобная щеточка, то есть она хорошо разделяет ресницы, и, ну, они выглядят хорошо, но это не то. То есть если у вас нет проблемы с завитком ресниц, если они у вас подкручены, вам это тоже, скорее всего, понравится, и я думаю, что вам понравится то, что она смывается водой, но, по крайней мере, они так заявляют, что теплой водой смывается. У меня, в принципе, нет никаких оснований их подозревать в том, что это не так, так что я думаю, что многих это устроит, но, конечно, это далеко не замена нашей любимой Glam & Doll Waterproof. Кстати, я вообще хочу сказать, что Catrice очень часто портит свои продукты, то есть как только там начинается вот эта тема, а давайте мы переформулируем продукты, чтобы они стали более зелеными, более экологичными, больше натуральных ингредиентов добавим, там все время происходит какой-то кошмар, то есть реально они просто портят хорошие продукты, и я бы сказала, это называется благими намерениями, то есть изначально инициатива хорошая, но в результате продукты становятся плохими, и это, конечно, очень грустно, то есть это тогда не имеет смысла, давайте разрабатывать какие-то новые продукты, более зеленые, с натуральными ингредиентами, такие все из себя замечательные, а старые оставьте нам, оставьте их в покое, мы же их так любили. Ну что ж, идем с вами дальше, и на очереди у нас помады, реснички наклеили, и теперь наконец-то, наконец-то помады, кстати, первый раз сегодня пробую ресницы под названием N от бренда Романова Мейкап, и, конечно, ну ресницы хорошие, но единственное, что меня в них слегка напрягает, это то, что у всех ресничек от Романова Мейкап, у них такая толстая черная лента, на которой они, мы которой они нанизаны, и поэтому это всегда предполагает стрелки, то есть без стрелок здесь вообще никак, иначе это черная лента, она будет очень инородно смотреться на глазах. С другой стороны, я все равно сама люблю стрелки, всегда почти их рисую, поэтому почему бы и нет? И дальше у нас помада. Помада называется Lipstick Soft Matte, 45 евро или 4453 рубля. Снова нам обещают технологию микрофильтров, и также, что помада будет легкая, как облачко, будет оставаться на губах до 6 часов, и в составе здесь есть масло ЖЖБА и некий экстракт бифидоидов. Не знаю, что это такое, но допустим, какой-то экстракт. Ну, в общем, инновационная формула, и, кстати, еще обещают, что можно эту помаду наносить на щеки, как румяна, но, честно говоря, я бы не рекомендовала вам таким заниматься, именно с губными помадами, если у вас кожа склонная к высыпаниям, потому что в составах помад есть масло, оно в данном случае ЖЖБА, и это может у вас спровоцировать высыпание, поэтому будьте с этим осторожны. Кстати говоря, цвета этих помад вдохновлены цветами кожи от дома Прада, ну, то есть цветами их кожаных изделий. Кстати, такой красивый стик, ну, просто загляденье, он и какой-то здесь с треугольничком наверху, и весь в принте, и написано Прада, вообще красота. Ну, и, конечно же, как всегда, здесь можно каким-то там образом менять эти рефилы. Вообще помада шикарная просто. Это оттенок P155, но, как я понимаю, P это пинг, то есть это из розовых оттенков, у них очень много там разных цветов. Я выбирала по сводчам на официальном сайте, хорошо, что, знаете, вот они как люксовый бренд, они все-таки сделали там кучу сводчи, а вот посмотри, как так смотрится, а вот так, вот на таком оттенке кожи, на таком, но, в общем, здорово, молодцы. И помада просто как-то невероятно приятно пахнет. Она пахнет чем-то таким перчоненьким, каким-то, знаете, как будто нишевым ароматом, нишевым парфюмом. На губах смотрится, как мне кажется, очаровательно. Мне очень понравился этот цвет, потому что мне кажется, что он мне хорошо подходит. Но единственный момент, что, конечно, конечно же, она сушит губы, но все равно вот вы наносите, вы сразу чувствуете, что это матовая помада, что это матовая текстура, и сразу губы такие начинают, знаете, превращаться постепенно в сухой абрикосик из сочного персика. Но, правда, про себя не могу сказать, что у меня был какой-то персик до этого, потому что у меня губы сейчас, в принципе, достаточно сухие. Но, кстати, к чести этой помады, хочу сказать, что она нормально закрывает вот эти все моменты, там, тречинки какие-то сухие. То есть, видимо, еще оттенок хороший подобрался, потому что понятно, что чем светлее цвет, тем меньше у вас шанс, что вам там что-то перекроет. Но здесь прям оптимально так, и по плотности она, и по комфортности она хороша. Ну, конечно, да, чуть-чуть подсушивает. Это, кстати, еще софтмат. Что же будет с гиперматовой? Ну, ладно, давайте-ка попробуем гиперматовую. Так жалко стирать. Реально классная помада, прям очаровательный оттенок, мне очень нравится. Я уже успела забыть, какой оттенок гиперматовой помады я заказала, а оказывается, оказывается, такой. И это оттенок под номером R, ну, то есть Red 28. Оттенок, конечно, супер яркий, и, возможно, у нас с этим будут некоторые проблемы, но, по крайней мере, явно под этот макияж, ярко-красный, это не самый, не самый здесь, знаете, комплементарный цвет, но, с другой стороны, может быть, получится и хорошо. Что нам обещают? Все то же самое, за те же самые 45 евро, это 4463 рубля, что и пигментация, и вообще супер матовая, красивая, те же самые масла ЖЖАБА, вот, кстати, вроде как нет того, а, нет, есть этот экстракт, экстракт тоже имеется, и это все вдохновлено яркой сафьяновой кожей от бренда Prada. Ну, что ж, давайте пробовать. Я в восторге от этой помады, она такая классная, вот кто бы мог подумать, знаете, что под конец видео эти помады просто уградут мое сердце, реально, такие замечательные, и, насколько я помню, почему-то здесь не написано, как называется этот оттенок, но у него там какие-то есть японские отсылки, и он прям с замечательным таким явным синим подтоном, то есть подтон, который всегда делает ваши губы, ваши губы ярче, а зубы белее, ну, в общем, здорово смотрится, и она так красиво наносится, она такая кремовая, но финиш у нее матовый, и причем мне кажется, что мягкая матовая помада, что вот эта гиперматовая помада, ощущается на губах, они одинаковы, то есть обе они подсушивают губы, и вот эти вот все истории, что нет матовой помады, не сушат губы, это, конечно, оставьте кому-то другому, не нам, мы с вами все знаем про все эти матовые помады, но выглядит просто шикарно, ощущается приятно, и, конечно, очень меня порадовало, что она легко наносится, потому что, знаете, иные матовые помады, красные, вот они где-то там залипают, и приходится вам приложить огромное количество усилий, чтобы их как-то вот привести в нормальное состояние, да, конечно, красный оттенок всегда сложный, всегда там все равно надо сидеть, контур этот рисовать, ну, по крайней мере, если у вас не идеальный контур губ сам по себе, но это того стоило. В общем, вот такая была косметика от бренда Prada, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы пробовали от этого бренда, или, может быть, в этом ролике вас что-то особенно впечатлило, так что пишите свое мнение, и желаю вам сегодня замечательного, яркого, смелого дня, чтобы он у вас складывался просто потрясающе, спасибо, и до скорых встреч на моем канале, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok